К другим темам. Самое честное кино про войну. Такие отзывы получил долгожданный фильм Солбона Лыгденова «321-я сибирская». Накануне прошел первый предпоказ картины. Правда, пока еще в черновом варианте, без саундтреков и спецэффектов. Посмотреть предварительную версию смогли все, кто участвовал в проекте. Напомним, съемки фильма длились почти три года, а бюджет картины составил всего 50 миллионов рублей. Чего вообще не скажешь, глядя на шикарные кадры из трейлера. Я обратил внимание, как Солбон работает одновременно в кадре со взрывами, с трюками и с драматургией, с игрой актеров. Вот это потрясающе. Для меня это были самые длинные планы, это моя любовь. А длинные планы, выстроенные с атакой и с пиротехникой, и с трюками, это вообще фантастика. А если туда вплетается еще и драматическая игра, это просто вершина. Я говорю, мастерство, вот самое сильное потрясение, это профессионализм режиссера. И последние команды, которые он подготовил за это время. Несмотря на плотный график, посмотреть готовую картину приехал и известный актер Георгий Дронов. В фильме он сыграл роль командира одной из родполка, майора Логинова. То есть нам, когда мы показывали материал, в Москве материал, вот последний, когда показывал, они просто не хотят верить вообще в упорте, хотят верить, что мы сняли вот такие деньги. Они говорят, вы, наверное, потратите около 5 миллионов долларов. Я говорю, у нас нет таких просто, реально нет таких денег. У нас зато есть народ, говоря, который нам помогает. Не может быть такого, чтобы народ помогал. Я говорю, вот бывает. 321-я Сибирская выйдет в прокат в 2019 году. Точная дата пока неизвестна. По словам режиссера, картину собираются представить не только по всей России, но и за рубежом в Китае, Монголии и Корее. Продолжение следует.